Елена Сакерина занимается музыкой уже не один год. К престижному конкурсу ученица музыкальной школы из Чайковского готовилась усердно. И результат не заставил себя ждать. Елена в призерах. Я участвовала в номинации композиция и представляла свое произведение, которое играла сама. Единственное произведение я играла осенней мелодии на скрипке, потому что я учусь на оркестровом отделении. Новшеством юбилейного фестиваля стало появление в нем номинации композиция. Этот сложный конкурс показал, что в Пермском крае есть талантливые юные композиторы. Я сочинила два произведения. Одно называется «Хэллоуин», другое «Поздняя весна». На протяжении года я сочиняла, и вот я с ними выступила, и в итоге победила. А это уже представители Соликамской школы искусств. На фестивале ребята в призерах сразу по четырем музыкальным направлениям. Участница коллектива Валерия Лыткина стала обладателем золота еще и в сольной номинации по направлению «Домра». На достигнутом юный талант останавливаться не собирается. Я, конечно, не знаю, не изменится ли мое решение в дальнейшем, но у меня есть такое желание, даже цель стать артисткой мюзикла. И в дальнейшем может как-то сольно развиваться и также поддерживать игру на музыкальных инструментах. 15-й юбилейный фестиваль искусств детей и юношества имени Кабалевского «Наш Пермский край» на несколько дней собрал в краевой столице самых талантливых ребят из разных уголков Прикамья. На отборочный этап заявилось 18 тысяч конкурсантов. В финал попало чуть меньше половины. Конечно, надо сказать, что конкурс Кабалевского, он держит марку. И это заметно и по участникам, и по географии этого конкурса. Это конкурс, хотя и Пермского края, но для каждой школы, для каждого коллектива и для каждого солиста Пермского края, наверное, очень знаково участие, даже участие в этом конкурсе. Но и тем более победа, победителей здесь всегда очень много, но это лучше из лучших. Дети соревновались во владении различными музыкальными инструментами, академическом и народном пении, театре, дизайне одежды, кино и видеотворчестве и даже цирковом искусстве. Победителем стали более 4,5 тысяч ребят. Это большой рейтинговый конкурс. Это возможность детям идти дальше. Как правило, участники, победители конкурса Кабалевского становятся участниками дельфийских игр. А это совершенно уже другой шаг. Для кого-то это, возможно, профессия в будущем, для кого-то это будет замечательное хобби. В любом случае, это возможность дать развиться тем талантам, которые есть у наших замечательных детей. Фестиваль искусств детей и юношества имени Кабалевского – один из старейших в регионе. Впервые он состоялся в 1977 году и с тех пор обогатился жанрами и номинациями, превратился в конкурс профессионального мастерства педагога и ученика. По словам организаторов, добрая традиция будет продолжена. Продолжение следует...